Ход уборочных работ, благоустройство территории, развитие сельского хозяйства. Эти и другие вопросы обсудили в рамках рабочего визита главы республики в Шумерлинский район. Основные усилия в первом полугодии район направил на реализацию государственных и муниципальных программ. Только на эти цели израсходовано 195 миллионов рублей. Это почти половина всех запланированных в бюджете города средств. Основная задача на этот год – рост собственных доходов не менее чем на 6%. К концу 2018-го район планирует ее выполнить. Мы с республиканской бюджетом в этом году выделяем району 162 миллиона 900 тысяч рублей. Здесь практически никаких сбоев нет. В образовательную деятельность, если отдельно взять, 57 миллионов 600 тысяч рублей. Это одна из основных сумм. Остальные там по разным направлениям, которые тоже расписаны. Агропромышленный комплекс – основной сектор экономики района. Индекс производства продукции во всех категориях хозяйства вырос почти на 3% по сравнению с прошлым годом. Объем валовой продукции за первое полугодие – более 138 миллионов рублей. Сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана господдержка на сумму почти 2,5 миллиона. Чтобы решить проблемы со сбытом и переработкой сельскохозяйственной продукции, в районе создали два потребительских кооператива – «Мир» и «Сельское подворье». В планах района объединить в такие кооперативы сельхозтоваропроизводители и личные посудные хозяйства. Это позволит участвовать в грантовых конкурсах на развитие материально-технической базы. Постоянно 1 января 2018 года площадь необрабатанных земель в районе 5907 гектаров. На 2018 год запланировано ввести в оборот 2365 гектаров. Работа в этом направлении идет. Это с Бурнавским местокминантом работаем, с ООКенет работаем, с фермерами работаем. Пожалуй, один из самых актуальных вопросов сельских населенных пунктов – плачевное состояние грунтовых дорог. В программе инициативного бюджетирования из 13 проектов половина посвящена этой проблеме. В планах Шумерлинского района за два года отремонтировать 10 километров дорог. Есть и другие задачи. Проводные телефонные связи, неверный прием, 130, ходим по месту, ищем точки для приема сигнала. Мы сами звоним, попадаем в Горьскую область. У нас оттуда сразу раму наберут. В некоторых населенных пунктах нет и интернета. Это значит, что люди не могут удаленно записаться в больницу. А ездить постоянно в город – сомнительное удовольствие. По словам главы администрации района, этот вопрос активно обсуждается. У нас еще два поселения вообще без оптоволокна. Это Краснооктябрьское сельское поселение и Юманайское. В Юманайском сегодня работы ведут, практически уже идут работы. В Краснооктябрьское сельское поселение, в Краснооктябрь мыслец оптоволокно должно прийти в конце 2018 года. Потом разветвление по населенным пунктам в ближайшие годы, я надеюсь, будет. В ходе совещания обсудили и не менее важные темы, касающиеся капитального ремонта, образования, животноводства, здравоохранения и культуры.